Озеленение и благоустройство сквера на Усково-Взлетной Барнаульцы ждали не один год. В 2020-м это место выглядело иначе. Здесь катались райдеры, которые своими руками построили скейт-парк. Сорудив фигуры из песка, мальчишки были довольны. В городе ведь и сегодня такой бесплатной площадки нет. Но чуть позже мечты других горожан сбылись. Осенью здесь высадили три сотни деревьев, поставили полсотни скамеек и фонарей. За счет средств федеральной программы «Комфортная городская среда». Даже негде поиграть, надеялась на какие-то детские площадки. Конечно, хочется доработок, очень хочется. Неприятно видеть, когда весной у нас здесь ездит трактор и разгоняет эту лужу. На работу потратили 17,5 миллионов рублей. Но жители города и сегодня продолжают высказывать недовольство. Деревья не поливают вообще никогда, половина уже засохла. Все кругом голо, понатыкают прутиков и забудут. Власти подтверждают, 40 деревьев засохли, но не потому, что никто не следил или не поливал. Называют несколько причин. Эрозия почвы, а еще, цитата, есть измышление, что грунт слабый. Данная территория находится на содержании муниципального бюджетного учреждения благоустройства озеленения. Мероприятие по поливу в летний период у нас там производится минимум два раза в неделю. На сегодняшний день у нас планируется демонтаж тех деревьев, которые уже невозможно отлить. Вижу, что облагораживают деревья, поливают, подвязывают постоянно. И по лоле в этом году я видела, я как бы каждый день гуляю с ребенком. Может быть, чего-то не хватает? Я не знаю, но дети на самокатах тут гоняют, им бы, наверное, хотелось что-то. Ну, что-то... Площадку детскую. Мне кажется, милиции надо бы почаще сюда приходить. Просто, ну, хотя бы, человечка два дежурных, чтобы было. Ну, чтобы вот эти скамеечки не ломали. По итогу мы выяснили, что основная масса жителей новому скверу рада. Но претензии остались. И большая часть к соседям, которые могли бы проявить уважение и содержать сквер в чистоте и порядке. А от властей ждут детскую площадку и новые деревья, которые, к слову, планируют высаживать осенью. Анастасия Новоборщикова, Александр Андропов. День с толком.